Истребительная авиация До посадки в самолет есть мандраж, что ты понимаешь, как только садишь в самолет, ну все уже, ты забиваешь маршрут, готовишься к полету, какие-то соревнования уже отходят на второй план. Истребитель Су-30СМ производства Иркутского авиационного завода способен решать практически все типовые задачи. От маневренного ближнего боя до дальнего соприкосновения, когда уничтожение противника происходит без визуального с ним контакта. Это многофункциональный истребитель у нас, управляемый вектор тяги есть на нем, что у него еще стоит фазированная антенная решетка последнего поколения. То есть возможности прицела колоссальные, видит очень далеко, видит все. Очень хороший самолет, как пилотажный, как навигационный комплекс стоит современный. Все вооружение, которое у нас имеется в вооруженных силах, может использовать, применять с высокой точностью. Церемония награждения лучших экипажей и летчиков, победивших в международном конкурсе «Авиадартс», состоялась на аэродроме Дягилева в присутствии нескольких тысяч зрителей. В церемонии награждения приняли участие главком Воздушно-космических сил Российской Федерации, генерал-полковник и герой России Виктор Бондарев и губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Мы гордимся тем, что Рязанская область была удостоена чести во второй раз принимать на своей территории этот замечательный конкурс «Авиадартс». Регион готов стать площадкой для проведения этих соревнований и в будущем. Главком ВКС Виктор Бондарев поблагодарил губернатора Олега Ковалева за хорошую организацию работы всех необходимых служб и доставку на полигон зрителей, которые здорово поддержали летчиков. Пилоты России заняли первое место, но это, прежде всего, гордость, а второе – мы и не сомневались. Победителями во всех 11 номинациях стали летчики Воздушно-космических сил Российской Федерации. Белорусы заняли второе место в номинации «Штурмовая авиация. Истребители Су-25» и «Армейская авиация. Транспортно-боевые вертолеты Ми-8». Летчики Казахстана стали дважды третьими в номинациях «Истребительная авиация. Самолеты Су-27» и «Армейская авиация. Транспортно-боевые вертолеты Ми-171Ш». Китайцы отличились постоянством и второй год подряд заняли второе место в номинации «Бомбардировочная авиация» на своих самолетах. Пилотажная группа «Русские Витязи» на истребителях Су-27 тоже отличилась постоянством и второй год подряд стала лучшей на конкурсе. В командном зачете первое место у Российской Федерации, второе место Республика Беларусь, третье место Казахстан и четвертое место у Китайской Народной Республики. В чем прелесть вот таких вот праздников, которые завершаются сегодня здесь на аэродроме Дягилева. Та военная техника, которая в небе творит чудеса, сегодня представлена здесь на демонстрационных площадках. И многочисленные рязанцы, пришедшие сегодня на закрытие авиадарца, могут эту технику увидеть вблизи. После церемонии награждения, зрители смогли ближе познакомиться с авиационной техникой, расспросили летчиков о возможностях боевых самолетов, а дети с удовольствием полазили по кабинам и подержались за штурвал. Кто знает, пройдут годы и может быть кто-нибудь из них станет летчиком. И вот так же лихо взмоет в небо на «Аллигаторе» К-52, как это сейчас делает лучший пилот России Сергей Бакин из 344-го центра боевого применения и переучения летного состава. Как говорит командующий Виктор Бондарев, каждый летчик российских ВКС навес золото. И судя по тому, как сегодня летают российские асы, с этим стоит согласиться. Вячеслав Оставьев, Дмитрий Соколов, РВТВ